Верховная Рада Верховная Рада во многом повторяет шаги Российской Госдумы, однако ужесточения оказались еще более серьезными. Вот несколько примеров. В уголовные кодексы обеих стран вернулась статья «Клевета». Однако в России максимальное наказание по ней составляет 5 миллионов рублей или обязательные работы. А вот на Украине теперь за клевету можно отбывать до двух лет лишения свободы. Следующая статья – это массовые беспорядки. За их организацию в нашей стране можно попасть за решетку сроком до 10 лет. А вот на Украине максимальный срок составляет 15. При этом я отмечу, что максимальные 10 в российской практике, а на Украине лишь минимальный порог. Если за нарушение порядка проведения митинга или уличной акции в России предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, то на Украине это уже арест. Он может составлять до 10 суток. Что же касается призывов к экстремистской деятельности и распространению экстремистских материалов, то максимальное наказание в России 3 года, на Украине от 3 до 5 лет. На Украине, кстати, появится и понятие «иностранный агент». Внесение подобной нормы в российское законодательство было едва ли не самым обсуждаемым и резонансным делом. В Госдуме, в России общественные организации, которые получают финансирование из-за границы, должны зарегистрироваться в специальном реестре. Однако, если в России за нарушение подобной практики можно получить до двух лет лишения свободы, то какое наказание будет внесено за это на Украине, пока неизвестно.